Более 50 заложников удерживали террористы в школе поселка Искателей. Неизвестные боевики оказались вооружены, и правоохранителям пришлось вступить в бой. Спустя некоторое время преступникам все же удалось скрыться в лесу с одними из заложников. Но благодаря слаженной работе ОМВД, ФСБ и МЧС России они были обезврежены, а заложники освобождены. Именно по такой легенде сотрудники ведомств провели масштабные совместные учения, захватывающие подробности с места событий у Олега Хатанзейского. Все это больше похоже на сцену из настоящего боевика. Школу захватили террористы. Сигнал ОЧП поступает на пульт полицейских. Сотрудники ОМВД, ФСБ и МЧС выстраиваются на краткий инструктаж. Указания получены. Цель – обезвредить бандитов и сохранить жизни заложникам. Бойцы ведомств без промедления отправляются на место происшествия. Впереди сложнейшая тактическая операция. И хотя это только легенда учения, а не реальная угроза, подразделения все равно работают в полную силу. Для спецоперации силовикам приходится досконально изучить план школы. Сотрудники ведомств вооружены на каждом бронежилет. Чуть позже террористы соглашаются на переговоры. Они выставляют свои требования. Обстановка здесь пока в принципе спокойная. Террористы находятся уже в здании школы. Они захватили несколько человек, в том числе и преподавателей. Недавно с ними же прошли переговоры. Они запросили в качестве заложников начальника ФСБ. Здесь уже на месте пожарные расчеты. Они прибыли в качестве, если вдруг произойдет возгорание или же взрыв. Также приехали полицейские. Место полностью отцеплено. Ну а мы ждем дальнейших развития событий. Вот к зданию школы медленным шагом идет небольшая группа силовиков. Среди них и начальник ФСБ. Он готов выполнить требования террористов. То есть стать их заложником. Но взамен они должны отпустить детей и преподавателей. Обещания сдержали. Через несколько минут боевики под дулом автомата выводят руководителя Федеральной службы безопасности. Они садятся в машину и уезжают. Машина с террористами и начальником ФСБ уехали в неизвестном направлении. В школе тем временем начался пожар. Там школьники, там преподаватели. Сейчас тут пожарные расчеты пытаются потушить возгорание. Ну и спасти тех, кто находится в здании школы. В задымленном помещении школы более 50 человек. Это дети и их преподаватели. Идти через главный выход опасно. Пожарные принимают решение эвакуировать людей через окно. Слаженная работа пожарных приносит результаты. Очаг возгорания ликвидирован. Никто из заложников не пострадал. Поступило сообщение, что террористы с начальником ФСБ уехали куда-то в лес и скрываются там. Вот сейчас все группы, полицейские, отправляются туда. Машина с террористами и заложником должна проехать по этой дороге. В ювелирную работу вступают спецназовцы. Они окружают местность и готовы открыть огонь в любую секунду. Вот на горизонте виднеется предположительная цель. Руководитель дает указания своим бойцам. Отчет пошел. Три, два, один. Машина атакована. Террористы обезврежены. Заложник освобожден. Бойцы специального назначения отработали четко и грамотно. Боевиков залковали в наручники и поместили в машину. Дальше работать с ними предстоит следователям. А тем временем результатами учений все участники остались довольны. Взаимодействие группировки отлажено, оценку удовлетворительно. Еще есть над чем проработать, но тем не менее в случае необходимости мы сможем противостоять террористическим угрозам на территории округа. С каждым разом отмечаю, что навыки они все более устойчивые становятся. Потому что все-таки руководитель становится старше и опытнее. Личный состав подтягивается. Всего в совместных учениях оперативного штаба Ненецкого округа было задействовано около 150 сотрудников. У МВД, МЧС и ФСБ России. Подобные работы будут проводиться и дальше, заверили специалисты. В конце недолгое, но трогательное прощание. Они, кажется, уже успели стать друзьями. Олег Хатанзейский, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Редактор субтитров А.Семкин